Вот здесь два с половиной гектара. Это наша земля, мы взяли в аренду. Я имею в виду фонд соотечественники. Я являюсь представителем региональной автономии немцев Омской области. И по решению автономии еще в апреле 2017 года было принято решение о строительстве Азова, Азовского этнографического культурно-образовательного комплекса «Немецкое подворье». Вот, мы разработали концепцию. Мы создали фонд соотечественники для аккумуляции средств для строительства. Сегодня мы собрали на сегодняшний день более 6 миллионов рублей. Что мы сделали? У нас есть архитектурное решение, проекты на немецкую усадьбу. И там будет церковь лютеранская. Мы уже собрали деньги на создание свайного поля. Здесь, на этих 2,5 гектаров, будут расположены 16 крупных объектов, которые отражать будут... Это будет облик немецкого компактного поселения и немецкого подворья. Мы с вами стоим вот на территории немецкого подворья. Сделан алтайский, омский, москаленский, селькульский варианты. П-образная немецкая усадьба с теплым переходом в сарай и в летнюю кухню. Это будет зимний вариант. Это будет действующий музей. Вот П-образный. Видите, это само здание. Переход теплый. И переходим там, где будут летние кухни и сарай. К осени у нас такой план, где-то к зиме, открыть эту немецкую усадьбу. Это здесь 8 будет гектар. Здесь будет забор, сад, огород, детская площадка, несколько турных малых конструкций. Там будет землянка и полуземлянка. Мы хотим показать, как сюда приехали наши предки. На рубеже двух веков землянка, полуземлянка, саманный дом, стилизованный П-образной конструкцией, сад, огород, колодец, вафельница, летняя печь. Все это будет работать. Вот этот вариант, вот он. Здесь так называемая немецкая усадьба. К зиме мы должны открыть. Здесь рядом, друзья, будет так называемая наша, ну мы ее называем воскресная школа. Это учебно-образовательный центр. Татьяна Борисовна Смирнова вчера выступала, вы ее знаете. У нас была лаборатория этнографии истории немцев в Сибири на базе госуниверситета. Сейчас, к сожалению, по объективным причинам эта лаборатория практически не работает. Мы сюда хотим переместить, и здесь будет не только учебный центр, не только для того, чтобы проводить семинары, для преподавателей немецкого языка, для учителей истории российских немцев, для руководителей различных клубов и так далее. И, конечно, здесь мы планируем открыть лабораторию истории, не этнографии истории, а уже истории этнографии, краеведения немцев в Сибири. Потому что в Омской области сегодня вместе с Иваном Ивановичем Кротом, министром образования, по немецкой тематике защитились 10 человек. Два доктора наук этой ВИБе и Смирнова, остальные кандидаты. Я думаю, что мы в Азово найдем двух-трех человек, которые вести будут уже эту работу системно на научной основе. Значит, напротив, это Лютеранская церковь. Давайте мы туда пойдем. Мы осветили камень, там вы увидите табличку. И это на 100 человек, довольно такая интересная конструкция. И я повторюсь, что у нас средства мы уже собрали на создание свайного поля. В этом году у нас задача минимум, максимум это сдать немецкую садьбу и, конечно, сделать это свайное поле под Лютеранскую церковь. Поэтому сюда приезжают люди в гости, зная об этом, кто там 100, кто 200 евро. Мы это все оформляем и так далее. И наши, конечно же, жители Азова, Омской области. И не только. Кто 100, кто 500 рублей, кто миллион, повторюсь, как Яков Александрович Вагнер, наш дорожный. Он руководитель большой дорожной компании и так далее. Поэтому мы такую цель ставим. Дело не в сумме взноса. Все эти фамилии навсегда здесь будут, специально будет у нас своеобразная доска почета. Все фамилии будут выбиты на века. Дело не в сумме взноса, а в количестве человек. Нам хочется, чтобы это была так называемая народная стройка. И кто там миллион или кто там 100 рублей, фамилии все будут рядом. И мы будем бесконечно благодарны. Мы ставим задачу жилье, дом наших родителей первой половины 20 века. Мы хотим это и полностью его сделать так внутри, как все было. Родительская спальня, детская кухня, теплый переход. Ну и то, о чем я говорю. Мы сейчас ведем очень активные переговоры. И нам очень приятно, что после встречи с федеральным инспектором по Омской области, Нецкиным Иваном Владимировичем, очень заинтересовались этим проектом в правительстве Омской области. Последние 2-3 дня были у меня консультации из Министерства экономики, Министерством образования, Министерством региональной политики и массовых коммуникаций. В чем дело? Дело в том, что мы выставили наш проект на платформу, который там отбирает наиболее перспективные и креативные. И я хочу вас обрадовать, что наш проект, Азовский этнографический культурно-образовательный комплекс Немецкой Падории, Министерство экономики Омской области, выбрал как очень интересный брендовый и креативный проект. И сегодня у нас стоит задача, мы отправили письмо в правительство, мы отправили пакет документов, перед нами стоит задача, чтобы нам наш губернатор, правительство посодействовало, чтобы мы попали в программу развития внутреннего туризма в Российской Федерации. Помимо спонсоров, мы прекрасно понимаем, что за счет только спонсоров нам такую площадь по-настоящему, ну, ее не освоит. Поэтому у нас, кроме... Мы рассчитывали на межправокомиссии России и Германии, но вы прекрасно понимаете, ее сейчас нет, и мы с этим опоздали. Поэтому мы только рассчитываем на внутренние наши ресурсы, спонсор России и так далее. Поэтому вот по всем каналам мы сейчас работаем. В прошлом году у нас, вот, Виноградов иступал перед вами, пропст Урала, Сибири и Дальнего Востока. Была конференция, юбилейная конференция международная. Здесь были епископы, пасторы и так далее. И мы сюда приехали, все участники конференции осветили этот камень. В том числе и я была. Да, 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 да. И мы его привезли по поручению Рейтера. 30 лет тому назад, когда создался район, он поручил Виктору Германовичу... Где он? Сабельфельд. Сабельфельд, он был замом по строительству. Он привез камень, он привез его с Урала. И он пролежал 29 лет. И он его положил вот за тем леском. Ну, 100 метров от этого места, где архитекторы нам все это сделали. Ну, не только архитекторы тут работали, те, которые все это замирает и так далее. И именно в этом месте, в этом месте мы будем строить уже в этом году, начнем строить лютеранская церковь. Вот этот камень с Урала, который пролежал здесь 30 лет. И вот осенью мы в 22-м году, мы его тут... В октябре месяце, по-моему, 12-м, больше не помню, но, по-моему, у нас там... У меня фотографии есть. Да, и вот именно в этом месте будет кафедра. Вот этот главный иконостас, ну, лютеранская кирка, она алтарь. Но она намного скромнее, чем православная, чем католическая. Ну, вот здесь, в этом месте, вот так, в ту сторону будет смотреть. И как раз напротив будет воскресная школа, или, как мы называем, учебно-культурно-образовательный центр. Ну, а там, значит, у нас, получается, событийная площадка. Вот дальше будет событийная площадка. А напротив музей, уже музей. Потому что в Азово, к сожалению, музей находится в коттедже, но какой бы он там ни был, для районного музея это всегда мало места. Поэтому здесь, помимо вот событийной площадки, помимо лютеранской церкви, помимо немецкой усадьбы, помимо воскресной школы и так далее, здесь будет еще музей. Музей такой вот, который, ну, уже это музей современный, интерактивный, с электроникой, где будет отражена вся история глубины веков, истории немцев Сибири, немцев Омской области, немцев России и так далее, да. Музей 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 Продолжение следует...